Из-за сложной эпидемиологической ситуации количество участников второго этапа конференции регионального отделения партии «Единая Россия» сокращено. Все действующие требования безопасности соблюдены. Здоровье сегодня на первом месте. В регионе наращивают темпы вакцинации. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал одной из главных задач партийцев – разъяснительную работу с населением. Вакцинация, я понимаю, что она вызывает такое легкое раздражение у кого-то. И может быть в этот летний день, когда на пляжах все хорошо и поют птицы, может быть и хотелось бы промолчать про это. Но промолчать мы можем, но если каждый из нас не внесет лепту в пропаганду, объяснение, разъяснение о вакцинации, ничем хорошим это не закончится. Андрей Воробьев возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму по Подмосковью. Списки всех кандидатов, которые представят партию на выборах, осенью этого года прошли утверждения на конференции. Сегодня, проводя эту конференцию, мы даем не только старт избирательной кампании, но и официально наши кандидаты начинают работать в своих избирательных округах. Отчитываются о работе за эти пять лет, что сделала партия в рамках своей предвыборной кампании, с которой шла в 2016 году. Игорь Брынцалов, говоря об основных достижениях партийной работы за пять лет, отметил, что особое внимание было уделено вопросам экологии. Одинцовский городской округ – активный участник ключевых областных проектов, в том числе и по внедрению новой культуры обращения с отходами, вошел в число лидеров по реализации системы раздельного сбора мусора. Знаковое событие в сфере экологии – процесс рекультивации полигона в Чистцах, который был начат в прошлом году, прокомментировал секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Андрей Иванов. Это большой и очень важный проект по программе президента «Чистая страна». Евгения Августина, Жанна Набок, телекомпания «Одинцова». Евгения Августина, Жанна Набок, телекомпания «Трекомпания». Евгения Августина, Жанна Набок, телекомпания «Nабок, телекомпания». Продолжение следует...